Глава одиннадцатая. Великая ложь, встреча у озерца и сметенные чувства. Приключения Диксди продолжаются. Два единорога из магической школы пришли к весьма интересному предположению, а в это время гостья из прошлого покидает дом Спаркл и уходит, куда глаза глядят. Слоняясь по Паневилю, она встречает подруг лиловой единорожки и одновременно с этим новые поводы для огорчения. Ответное письмо задерживалось. Лиловая единорожка взволнованно и нетерпеливо ходила из стороны в сторону, поглядывая то в сторону Спайка, то в сторону устроившейся у полок с книгами гостей. К облегчению Твайлы, тростельность Димикорна прошла довольно быстро, практически одновременно с начавшими тикать странными часами на ее боку. Этот резкий, немного назойливый звук раздражал Твайл, но при этом удивительным образом задавал такт ее шагам, отчего она уже мысленно начинала их подсчитывать. Ответа не было. Столь тщательно составленное письмо в магическую школу не могло остаться без ответа, но чего-то указанное в визитке единорожка медлило. «Хах!» — воскликнула она, увидев вспышку зеленоватого пламени и ощутив, как небольшой свиток ударило ее в бок. «Хм, письмо. Хм, это из библиотеки». Свиток развернулся, удерживаемый искорками магического сияния. Спаркл бегло пробежалась взглядом по строчкам, написанным каллиграфическим почерком. Судя по нахмурившейся мордочке, новости были неутешительными. Впрочем, радоваться и правда было нечему. Сотрудники почти всех крыльев Контерлотской Королевской библиотеки выражали свое сожаление, что не могут выполнить просьбу ученицы Слестии и выслать запрошенные материалы, так как о существах, похожих на изображенного на рисунке, таких материалов вообще нет. Однако в приписке говорилось, что подобная просьба уже была сделана из Академии Вундерболтов, а также и из магической школы, поэтому подготовка ответа заняла даже меньше времени, чем предполагалось. Хм, как странно. В библиотеке можно найти свитки старше нескольких тысяч лет, но у них при этом ничего нет о таких, как ты. А задачно посмотрела она на гостю, которая листала несколько книг с изображением оликорнов на них. — Может быть, она как драконы? Все их видели, но никто не посмел подойти настолько близко, чтобы изучить? — подал голос Спайк. — Не говори ерундой. Она пони, странная она пони. Возможно, она не из Эквестрии, ведь северные горы расположены почти на самой границе страны и простираются далеко за ее пределы. Та же Зекора тоже не была радушно принята тут. Спаркл заметила, как при имени зебры ушко гости слегка дрогнуло и, решив воспользоваться случаем, спросила. — Тебя привела Зекора ведь, так? — Угу. — Коротко ответила гостя, листая книгу дальше. — И оставила тебя тут одну? Егнарушка пыталась уловить логику в действиях зебры, но пока что этого ей не удавалось. — Ага. — Так же коротко ответила синяя пони, пролистав страницы до конца и закрыв книгу. Точнее, с единорожкой, которая привела меня сюда после того, как я сказала, что ударилась утром головой. Ответ был длиннее. Это вдохновило Твайлот на попытку разговорить пони. — А как это произошло? Расскажи, пожалуйста. Фиолетовые глаза единорожки заглянули в опущенные книги янтарной глазки гостей, и та подняла взгляд. — Ну, я ходила за цитранами, но нашла всего одно дерево. Их раньше было больше. Ответила та, мигнув и вернувшись к строкам книги. Там какое-то существо появилось позади, и мне снился сон, как я бежала по лесу, и голос говорил мне одно и то же раз за разом. А утром Зикора больно ткнула меня в синяк и разбудила. — То есть ты ничего не помнишь? Никак могла удариться, никак вернулась? — Лиловая копытца постукивала по полу, невольно поймав ритм текущего механизма, звук которого все еще дребезжал в зале. — Ну, опиши хотя бы существо, если его помнишь. Как бревно, и пасть светилась, как гнилушка. Вокруг были веточки и какие-то листики, словно оно валялось в лесном мусоре. Спокойно ответила гостья, перевернув еще одну страницу, и в ее глазах загорелся интерес. Спаркл тоже невольно посмотрела вниз, увидела изображение двух сестер, что правили Эквестрии. Ниже изображения шла короткая история, повествующая об изгнании младшей сестры на Луну. Скользнув по этим строкам, синяя пони погрустнела. — Ее изгнали? Это несправедливо. Ее уже вернули, так что справедливость восстановлена. Это произошло благодаря элементам гармонии. — Не без удовольствия, — сказала единорушка. С гордостью вспоминая свой первый подвиг и день, когда вокруг нее появились верные друзья. Темно-синие копытцы, леглитые на плечи, и Спаркл с удивлением обнаружила смотрящие пристально с каким-то странным свечением глаза гостей. Та немного помедлила и, словно сомневаясь, все-таки задала вопрос. — Так элементы гармонии живы? Они где-то в эквестрии? Это правда? Еще не так давно замкнутая эта пони, казалось, была поражена новостью о прошедшем времени. А теперь ее копытца теребили лиловую шкурку в нетерпении, словно их владелец сождала ответ немедленно и с трудом сдерживала свои эмоции. — Во-первых, правда. Я, конечно, не Эпплджек, но тоже всегда говорю правду. — Почти. Добавила она про себя, отвечая на вопросы гостей. — Во-вторых, они не просто где-то в эквестрии, а тут, в Панивилле. И, разумеется, они живы, ты же сама встретилась с Рейлити, представляющей собой элемент щедрости, Рейнбоу или сотворением преданности, ну и с остальными еще в лесу. Я же элемент магии... Что-то не так? Синяя Пуни отпустила единорожку, слегка оттолкнув, то от себя и отодвинулась. В ярких солнечных глазках отразилось недоверие. Ее губы скривили, словно она услышала что-то обидное. — Ты врешь. Элементом магии являются они. Пуни указала копытцем в открытую книгу про двух сестер. А та единорожка не элемент щедрости. — Почему ты такое говоришь? Это плохая шутка, правда. То, что я некоторое время не покидала долину в горах, не значит, что надо мной можно так шутить. Это... это неприятно. Если они живы, я найду их, и они все объяснят тебе. Перепончата крыла резко поднялась и накинула на себя лямку сумки. В сузившихся глазах скользнула решимость, и она направилась к двери. — Но я говорю правду. А растерянно проговорила единорожка, не заметив, как к копытцу прикатился новый свиток, появившийся из вспышки зеленоватого пламени. Дверь хлопнула, известив о том, что гостья покинула библиотеку. — Погоди же, я не шутила! Сияние телепортации озарило порог дома Спаркл, но там уже никого не оказалось. Она оглядела улицы, но темной синей фигурки нигде не было видно. Твайлайт, вздохнув, вернулась в библиотеку. — Молодец, Спаркл, ты можешь собой гордиться. Хлопнула она себя копытом по лбу несколько раз. — Теперь думай, как можно исправить положение. — Фиолетовая копытца пнула свиток, и единорожка не заметила, как тот укатился под полку, скрывшись за сложенными стопками книг. Дигзди перестала бежать и перешла на быстрый шаг. Слезы катились по ее щекам и холодили мордочку, словно после дождя. Но его не было, а на улице светило солнце, отчего синей пони отчаянно захотелось ливня, того самого, за шумом которого можно плакать в голос, не боясь быть услышанной, и в которой незаметно текущий из глаз потоки слез. Сдерживая всхлипывание, она свернула по небольшой улочке в сторону рощи и оказалась у небольшого водоема. Шелестка мыша, легкая рябь на воде, место показалось спокойным, и отчаянно желающая остаться одной пони, она подходила как нельзя лучше. Она взглянула на свое отражение и то смотрела на нее мерцающими янтарными глазами из воды, то улыбаясь, то напротив поджимаясь, словно желая вновь заплакать. Капли слез падали в озеро, и любопытные рыбки подплывали к расходящимся кругам, думая, что там есть чем перекусить. Дигзди тронула копытцем воду, и разноцветные рыбешки бросились в рассыпную. — Эм, ты пугаешь их. Не делай так, пожалуйста, больше, если это, конечно, несложно для тебя. Послышался тихий и неуверенный голосок из кустов. Перебунчато крылое поднялось с земли и, полураскрыв крылья, стала оглядываться. — И, пожалуйста, не раскрывай крылья. Они, прости, похожи на крылья дракона, а я боюсь драконов, если это, конечно, не обижает тебя. Голосок звучал откуда-то справа, и пони, схлопнув крылья, медленно пошла на звук. Раздался писк, и желтая пегасочка с розовой гривой стремительно вылетела оттуда, спрятавшись за деревом подальше от Дигзди. — Ты... — синяя пони на миг замешкалась и вытерла слезы копытом. — Твое имя Флаттерша, верно? — Я запомнила твой голос там, в лесу. — Это мило, но, правда, не стоило так утруждаться. — Это не от меня зависит. Пожалуй, крыльями перепунчато крылое, отчего из-за дерева раздался сдавленный писк. — Я просто помню. Ты была там с остальными, в лесу. — Да. Дрожащий голосок раздавался теперь чуть дальше и тише, чем прежде, становясь едва различимым. Дигзди вновь уселась у берега, наблюдая, как рыбки выплывали из своих домиков и снова начинали носиться друг за другом под поверхностью воды. — Ты боишься меня. Тихо проговорила синяя пони, взглянув в свое отражение. — По крайней мере, это правда, в отличие от сказанного этой лиловой единорожкой. Ее шутка оказалась слишком злой. — Ой, нет, Твайлот никогда бы так не поступила. — Раздался все тут же голосок, и из дерева появился кусочек розовой гривы. — Она моя подруга, я точно знаю это. Но она сказала, что элементы гармонии живы. А потом назвала имя тех, кого я виделась в лесу и себя. Вскрикнула перепончато крыло, невольно напугав желтую пегасочку снова своими распахнувшимися крыльями. — Это же неправда. После того, как я подумала, после того, как искала. У берега раздались схлипывания, и синяя пони вновь стала плакать, отчего желтая пегасочка высунула мордочку из своего укрытия и осторожно посмотрела в сторону пруда. Она переступила с копытца на копытца, думая, что же ей делать дальше. Эта странная пони пугала ее, но при этом она ведь плакала, и из-за этого Флаттерша хотелось подойти и успокоить расстроенную перепончато крылу. Однако, когда она уже почти решилась покинуть свое убежище, на берегу никого не оказалось, лишь следы обрывались у края рощи, скрываясь в густой траве. — Ой, как неудобно вышло. Пожалуй, мне нужно увидеть Твайлайт. Тихо принесла Флаттершай, и плавно поднявшись в воздух, полетела в сторону библиотеки. Единорог с глазами цвета летнего неба изучающе смотрел свиток. Он же несколько раз перечитывал его, боясь упустить любую, даже самую незначительную деталь. И с каждым разом информация в нем не переставала его удивлять. Рядом лежали книги, древность которых не подвергалась сомнению, и, скорее всего, они были из его личной коллекции, чему служили подтверждением штампа на белых бумажных полосках, приклеенных к ним словно язычок закладки. — Признаю, это самое удивительное письмо, которое когда-либо приходило в магическую школу для одаренных единорогов. Наконец подал он голос. Свиток осторожно лег на стол рядом со стопками книг. Оно от Твайлайт Спаркл, которое сдавало когда-то вступительный экзамен в школу, и стало ученицей нашей правительницы, да будет вечен свет ее крыльев. И пишет она весьма интересные вещи. Я уже прочитала. Как-никак, письмо было адресовано мне, вместе с подтверждающей это визиткой. Раздался более сухой голос коллеги-единорога. Но все равно это кажется невероятным. Даже если принять теорию, что эта Дикс-Дидуа потерялась во времени и была, допустим, отрезана от событий в Эквестрии. Насколько именно десятков лет она отстала от жизни? Учитывая ее начитанность, я могу допустить, что часть прочитанного смешались с ее воспоминаниями. Но признать, что она могла быть живым свидетелем событий куда больше давности вы не можете. Не так ли, мисс Полиш? Приятный и бархатистый голос раздался с другого конца зала, где слышались шуршания бумаг и свитков. Если верить письму, она не знала об изгнании одной из сестер, равно как и о возвращении ее назад. Однако была осведомлена о факте восхождения их на трон, хотя описания этого сохранились весьма скудные. Я думаю, это достаточно интересно. Однако, Йорсет, в письме упоминается какой-то несчастный случай в лесу. Нахмурившись, указала на письмо та, кого единорог назвал мисс Полиш. Не может ли это быть результатом травмы? Нет, конечно, не в лесу, а годами ранее. Вспомните бедологу Голдблинка, геолога, исследовавшего северные горы, обнаруженного намного миль дальше от того места, где он должен был проводить свои работы, рассказывавшего о диковинных существах и странных символах. Тот уникальный случай? Йорсет улыбнулся, высунувшись из-за полок с книгами. Его сложно забыть. Будучи на удивление начитанным для своей расы земных пони, он, видимо, потерял границу между вымыслом, прочитанными книгами и собственными воспоминаниями. Вы думаете, тут тот же случай? Бросьте, мисс Полиш. Тут явно видно, что мы имеем дело с чем-то совершенно иным, чем Пегас, единорог и даже земнопони. Голдблинк пережил что-то в горах, и, будучи найденным, был сильно ранен. А с ваших же слов, та пони уже выглядела иначе. Этпл Полиш пожала плечами. Ей хотелось возразить, что металл в роге и мог быть последствием восстановления после ранения, но еще раз вспомнив его, она отбросила эту мысль. Слишком уж гармонично врастало лезвие в кость, словно они всегда были вместе. Это вернуло ее к наброскам и записям, сделанным в академии. Хотя что-то общее все-таки есть. Северные горы, расположенные на границе, даже чуть дальше от границы Эквестрии, рядом легла карта, на которой голубой единорог с белой гривой стал указывать копытом отмеченные точки. Лишь очень небольшая их часть прилегает к границе и заходит за нее, что делает весьма расплывчатым слова нашей гости о местонахождении ее дома. Дальше идут границы Кристальной Империи, но вернулась она лишь... О, мисс Полиш, я, кажется, знаю отгадку. Кристальная Империя? Кремовая единорожка с темной и прямой гривой удивленно посмотрела на своего коллегу. Думаете, она попала под заклинание короля Сомбры, заточившего свои владения во времени и заодно нашу странную гостью? Именно. Не лишено смысла, но не отменяет того факта, что язык на ее артефактах не имеет ничего общего с кристальными пони. Эффект Эврики был безнадежно испорчен, и теперь единорог с легким укором смотрел в сторону своей коллеги по истории маги. Водобавок, она сама не кристальная пони. И, что немаловажно, она прилетела из дома, а не прибыла на поезде или как-то иначе из Кристальной Империи. Если бы мы знали, в курсе ли она исчезновения страны кристальных пони. Задумчиво посмотрел в потолок Бастион и потер копытом подбородок. На всю округу раздавался стук копыт по дереву. Удар и десятки сочных яблок ссыпались с веток, наполняя подставленные внизу деревянные лоханки и корзинки. Эпплджек недаром гордилась своим сладким яблочком, принадлежащим ее семье, пусть и разбросанной по всей эквестрии и собирающейся вместе всего раз в год. Яблоки были одно лучше другого, и она предвкушала отличные продажи. Внезапно вместо целого яблока на ее голову пал огрызок. Отскочив от шляпы, останки фрукта покатились в сторону. — Гусеницы! Шуза не лепится! Их сезон давно прошел и... Пони прищурилась, вглядываясь в остаток яблока. — Хм! Не оставляю от огрызков! — Рейн, будешь! Ты опять лакомишься моими яблоками! С дерева никто не ответил, и тогда, хитро улыбнувшись, пони с яблоками на крупе ударила по стволу сильнее. Раздался шорох, и на землю упало еще несколько огрызков и целое яблоко, зажатое в стрелке, покрытого шипами гибкого хвоста. — Яблочная змея? Эпплджек изумленно уставилась на эту диковинную штуку, которая, покачавшись из стороны в сторону, пропала в листве. Шорох повторился, и между ветками появились два янтарных глаза с любопытством смотрящих на пони. — Яблочный змей-сова? А разве такие бывают? — ответил чуть грубоватый голос, обладательница которого явно что-то дожевывала и никак не хотела делать это слишком быстро. Никогда не слышала о таких. — И тоже? — пони встряхнулся. — Имею в виду тебя! — Но я не могу быть яблочной змеей. У меня есть копытца, а соми я вообще ничего общего не имею. Голос замолчал на миг, словно задумался. — Разве что, какая я нею, и люблю вечер. Я Дигзди. Мы виделись в доме Зикоры. — Дигзди? Ха! А что ты делаешь без спроса на моем дереве? Вопрос был неуместный, Эпплджек поняла это, едва посмотрела вокруг и заметила с десяток лежащих огрызков, сложных у дерева кучкой. — Тебе не учились спрашивать разрешения, причем жевать чьи-то фрукты? Шорох раздался громче и потреск веток на землю, держась за сучки когтями на крыльях, спустилась синяя пони, заставив хозяйку яблочного сада отскочить в сторону от неожиданности. — Я не знала, — призналась та, отряхиваясь от листиков. — Я думала, что это просто такой диковинно-фруктовый лес. — Ты серьезно? И ограда, и вывеска тебе точно ничего не сказали? Оранжевая пони вглядывала синюю мордашку, пытаясь найти хоть какое-то подтверждение, что та откровенно привирает. Но та растерянно смотрела на пони с яблоками на крупе и переминалась с копытца на копытца. — Нет. Смутилась та, потому что и вправду не обратила внимания, увлекшись вкусным и сочным запахом яблочек, а забравшись в листву и вовсе позабыла об окружающем. — Но я могу заплатить. — Да неужели? Но в копыта Эпплджек уже легла монетка, вытащенная странной пони из своей сумки. Тусклый металл, совсем не похожий на блестящие монеты Эквестрии, был покрыт царапинками и потертостями. Задняя сторона монеты была украшена плоским ограненным камнем, а спереди виднелся подозрительно знакомый профиль. Два рога, ухмылка с одним торчащим клыком и два различимой надписью по кантику монеты, гласящей. — Что за веселье в поиске смысла? — В смысле нет никакого веселья! Пауза затянулась. Пони смотрела то на монету, то на ту, кто ее дал. — Мало я могу дать еще. — Не уверенно отозвалась синяя перепончатая крыла и стала искать телекинезом сумки что-то звенящее. На оранжевое копыто легла другая, чуть больше размером и с тем же профилем, но другого цвета камнем и надписью, которая выглядела иначе. — Дискорд правит, Эквестрия отдыхает! — Слушай, Сахарок, я признателен, конечно, за твое желание заплатить и не сбежать, отъевшись с яблочками, но не могу принять эти монеты. Не уверенно начала оранжевая пони, возвращая монетки назад. Они просто не в ходу. Я даже не знаю, где бы они могли использоваться. — Как же так? Перепончатокрылое растерялось и село у дерева. И я была уверена, что взяла правильные. Самые новые из тех, что лежали в сундуке и на полу. Эпплджек уже с любопытством смотрел на эту необычную любящую яблочки гостью, совершенно искренне удивленную таким открытием. Она скользнула взглядом по фигурке Дигзди, замечая детали, которые не замечала при встрече в лесу. Пони была хорошо сложена, хотя и слегка тяжеловата. Заметно выше ростом, отчего и подумалось, что даже брат, встав рядом с гостьей из леса, оказался бы ниже. Ноги выдавали в той не только любовь к полетам, хотя с такими крыльями можно было бы вообще отказаться от путешествий пешком. Копыта оказались довольно массивные и выглядели весьма выносливыми. «Мне идея!» улыбнулся Эпплджек. «Раз тебе есть только эти странные монетки, я просто приму твою помощь по сбиванию яблок. Думаю, с десяток деревьев ты осилишь, я права. Все же тебе надо подойти и ударить задними копытами в ствол, а с этим любой справиться!» С этими словами она подошла к усыпанному яблоками дереву и своим примером показала, как это делается. Яблочки весело застучали по корзинкам, наполняя их до самого верха. Позади раздался грохот и скрип корней, которые словно со стоном стали вырываться из земли. Рядом с перекосившимся и накренившимся в сторону деревом стояла изумленная синяя пони, от задних копыт которой исходил небольшой дымок. «Но... но... усилисти!» «Есть дело как-то показало!» Послышался тихий голос. Диксди, решившая, что это то же самое движение копытами, что отрывало ее от земли в небо, вложила в удар привычную толику силы. Однако дерево оказалось куда более хлипкой опорой, чем скала или земля. Уже опуская копыта, она ощутила, как дерево согнулось и замерло, покосившись, а яблоки разлетелись далеко вокруг расставленных корзин. «Прости». В коре дерева отпечатались два глубоких следа от поныжей, и теперь казалось, что дерево смотрит на пони с укором. Эпплджек обошла его вокруг и села рядом, все еще не в силах поверить тому, что видит. «Я сейчас исправлю». Синяя пуни суетилась рядом, что тихо проговаривала, словно обращаясь к своим копытам. Вновь послышался треск и вместе с ним тихое и назойливое тиканье часов. Дерево дрогнуло и, озарившись фосфорным сиянием, стало выпрямляться. Словно управляемые невидимыми нитями корни заправлялись в землю и, окруженные сиянием комки земли, прикрывали их сверху, словно они не были вытащены на поверхность. Разлетевшиеся яблоки закружились в воздухе и, описывая спирали, стали складываться в корзинке. Позади раздался тихистон и оранжевая пони обернулась. Дигзи сидела, сложив копытца вместе. Диковинные браслеты на них ярко светились, разбрасывая небольшие искорки вокруг себя. Когда свечение стало еще сильнее и перепончато крыло тихо вскрикнуло, поджимая копытца и дрожа, дерево в последний раз шевельнулось и крепко вкопалось в землю. Синя стихла и в воздухе появился неприятный запах паленой шерстки. Оу, это все ты? Да ты прямо как Твайлайт! Эй, шо с тобой, сахарок? Пони озабоченно уставилась на синюю, тихо всхлипывающую и дующую на свои копытца. Не молчи! Больно! Тихо ответила та и повернула заплаканную мордочку к то, что спросила. Дерево слишком тяжелое. Ну, конечно, тяжело, это же дерево! Ты это идти-то можешь? Но перепончато крыло отрицательно покачало мордочкой. Вот незадача-то! Сиди тут! Я сейчас вернусь, честно! Тень от дерева скрывала ее от солнца и Диксди невольно заслушалась шелестом листвы и дносящимися ароматами трав, цветов и яблок. Передние копыта ныли. Она уже знала это чувство. Ей опять грозило некоторое время обходиться без телекинеза, вновь поднимая предметы копытом или даже зубами. Она вздохнула и, подобрав земли яблочко, протерла его ошкурку. Фрукт радостно заблестел бочком, но был отложен в сторону. Теперь ей не хотелось яблок так же, как прежде, когда она только нашла этот странный яблочный лес. Она прикрыла глаза. И снова перед нею появились образы проносящегося леса, фиолетовое свечение, словно стоящее перед глазами, и тихий голос, повторяющий одни и те же слова, терпеливо, раз за разом, но она не могла различить их через тиканье часов. Встряхнулась она и, подняв глаза, увидела улыбающуюся мордашку Эпплджек. Сдремала, местечко, что надо, чтобы поспать пару часиков. Верный выбор, сестренка. И еще шире улыбнулась та. Смотри, что я принесла, тут вода, бинты, не знаю, что это, но должно сгодиться. Оранжевые копытца слегка неуклюже перевязали обожженные места Дигзде и, смочив повязки водой, пони села рядом. Ну, рассказывай, почему носишь такие штуки, если они так опасны? Между губой эта разговорчивая пони торчала и покачивалась такт произносимым словам травинка. Дигзде улыбнулся. Эта пони была открытой, а чего-то напоминала и кого-то другого, знакомого. Такая же грубоватая манера говорить и прямолинейность. Но они всегда были со мной. Каждый же ребенок получает такие, достигнув определенного умения в их использовании. Без них не выйдет управлять предметом и заставлять их перемещаться. Оранжевые пони с интересом слушала, стараясь не перебивать эту странную гостью. Та рассказывала об ограничениях, налагающихся на эти штуки, с восторгом описывала первый день, что-то отчасти напоминало восторженные рассказы Твайлайт о ее занятиях магией. Вы похожи с Твайлайт, хихикнул Эпплджек. Динаковый восторг в рассказе о том, чего не все могут до конца понять. Правда, не в обиду будет сказано. Это твой теле, теле, че-то там штука, конечно, удобная, но по мне лучше, чем надежные верные копыта ничего нет. Уж поверь, я в этом знаю толк. Но все равно, как-то странно давать своему же ребенку такие опасные штуки. Твы родители? У меня их нет. Откликнулась перепончатая крыла, закрыв мордочку, упавшей прядью гривы, словно прячаясь от взгляда оранжевой пони. Ух, прости, сахарок, я не знала. В голосе Эпплджек зазвучало сочувствие. Нет, в смысле меня нашли во льду. Тихо послышался голос синий пони. Со мной была лишь наставница по полетам. Я не очень хорошо все помню, но она всегда будила меня по утрам и всегда светилась, словно в лучах солнца. Когда она входила в комнату, казалось, что утренний свет входит вместе с ней. Она была доброй и нежной, хотя порой и строгой. Я скучаю по ней. Оранжевая пони задумчиво смотрела в небо. Ей казалось, она понимает чувство этой перепончатокрылой, но при этом оказалась такой чужой, совсем не похожей на пони, с которыми ей приходилось говорить каждый день. Какая-то подкупающая наивность и немного детский взгляд на мир при этом переплетались с легкой грустью уже знакомой жизнью пони. А как-то оказалась тут, ну, в яблоне? И решила сменить разговор Эплджек, даже не подозревая, что это был самый неудачный вопрос от нее за весь этот день. Твайлот сказала, что элементы гармонии живы, я пошла их искать. Я найду кого-нибудь из них, и тогда она узнает, что так шутить было бы гроба. Ну, скажем, ты нашла одну из них. Просто и не поворачивая головы к странной пони, ответила земнопони семьи Эпплов. Элемент честности прямо перед тобой. Я никогда не лгу и... Ты чего? Хворостинка выпала изо рта Эплджека от удивления. Настолько быстро синяя пони вскочила и отпрыгнула от нее, несмотря на раненые копыта. В глазах стояли слезы. Ты... ты тоже шутишь надо мной. Я... я думала, что нашла кого-то, кто будет честным. Схлипнув, она накинула сумку и бросилась прочь. Ринувшаяся за ней земнопони лишь получила ударом ветра в мордочку и закашлялась от пыли. В небе, тяжело взмахивая крыльями, стремительно удалялся темный силуэт. Ну, я же сказала правду честно! Растерянно произнесла земнопони и, ощутив, что-то под копытом поднялась земли. Это оказалась одна из тех странных монеток, что предлагала взять за яблоки Дигзди. С ее поверхности, словно издеваясь, смотрела ухмыляющаяся мордашка. Дискорд! Ну, что же мне делать? Пожалуй, Твайлэд должна знать. Заодно покажу эту штуку. И оранжевая земнопони отправилась в сторону библиотеки, не зная о том, что два необычных для этих мест гостя уже прибыли туда совсем недавно. Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok